Привет! Очень многие люди склонны верить максимально неправдоподобным фактам о нашем мире. Если раньше такое положение дел обуславливалось недостатком информации, то в наши же дни все происходит ровно наоборот. Обрывки научных данных, откровенное шарлатанство и неправильная трактовка материала создают информационный шум, мешающий человеку верить только подтвержденным фактам. Вот к примеру несколько наиболее распространенных заблуждений, которые стали реальностью для миллионов людей. Сахара – самая большая пустыня, верно? На самом деле нет, не все пустыни должны быть жаркими и заполнены песком. Антарктика, к примеру, отлично справляется со статусом пустыни и вовсе без песка. Здесь и без того достаточно сухо и неприветливо. Антарктика официально считается самой большой пустыней Земли. Ее размеры составляют 52 миллиона квадратных километров против 9 миллионов квадратных километров пустыни Сахары. Астрология предвидит будущее. Вы с этим согласны? А как насчет того, что профессиональный астролог не может предсказать даже свой собственный насморк? Что уж там говорить о личной жизни других людей. Вы действительно готовы поверить во влияние планеты созвездий, находящихся за миллионы километров от Земли, на человека? Я в этом сильно сомневаюсь. Солнце желтое? Правда? На самом деле нет. Атмосфера Земли, которая находится между нашими глазами и Солнцем, искажает истинный цвет звезды, который на самом деле белый. Тому виной релеевское рассеяние, также раскрашивающее небо синим и заставляющее полыхать красными закатами и рассветами. Так что Солнце далеко не желтое. Вы наверняка слышали, что Эверест – высочайшая гора мира. На ютубе много роликов, доказывающих, что гора Эверест – самая высокая. Эверест и в самом деле – самая высокая точка планеты над уровнем моря. Но это не делает ее самой высокой горой в мире. Таковой является расположенная на Гавайях Маунукея. Большая часть Маунукея скрыта под океаном. Ее общая высота составляет 10 тысяч метров. Вода проводит электричество. Вы с этим согласны? Чистая или дистиллированная вода не будет проводить электричество. Единственная причина, по которой мы получаем разряд тока, стоя в воде, это растворенные в ней минералы, способные стать проводниками. Луна находится недалеко от Земли. Многие люди склонны воспринимать спутник нашей планеты как нечто, находящееся не так уж и далеко. Отчасти это происходит потому, что Луна остается единственной, более-менее изученной территорией за пределами Земли. К тому же иногда Луна выглядит настолько огромной, что кажется, будто она приблизилась к Земле максимально близко. На самом же деле, расстояние до Луны составляет 384 тысячи 633 километра. Боинг 747, к примеру, летел бы туда целых 17 дней. А как насчет того, что в космосе всегда холодно? Вы с этим согласны? Давайте разберемся. Если вы находитесь в полной темноте, вдали от света звезд, то температура окружающего вас вакуума будет действительно низкой, до минус 234 градусов по Цельсию. А вот в лучах Солнца, недалеко от Земли, температура может подниматься аж до плюс 112 градусов. Именно поэтому астронавты носят светоотражающие белые скафандры. На этом все. Надеюсь, я развеял некоторые мифы. А если тебе понравился ролик и ты хочешь поблагодарить автора видео, поставь лайк, подпишись на канал, поделись увиденным с друзьями и увидимся в следующем видео на канале Биззар ТВ. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok